ребята всем привет в общем сегодня какие планы хочу постить микрорайон аэропорта там посмотреть парк керуен вот я думаю что-то построили зимние вот посмотрим ну тоже это новый парк потом заеду в центр посмотрим там фигурки горки что уже сделали подготовили к новому году кстати у нас на днях прям открылся духовно-культурный центр совсем недавно в общем он станет местом приобщения людей к традиционным духовно и нравственным ценностям находится на проспекте абая подошел дверь хотел открыть зайти там еще есть музей посмотреть дверь закрыта было официальное открытие после открытия на как-то заново закрыли вот в общем сейчас едем микрорайон аэропорта сейчас по проспекту абая будем ехать время еще здесь утра проезжаем лог жена кала дальше будет на римановский рынок эти дома мне нравятся красивые я их уже снимал предыдущем видео с левой стороны здесь на римановский рынок а вот это же накала строя тоже а здесь раньше выпускалась газета ленинский путь как дом печати я не знаю сейчас конечно что здесь все это магазин из как застроили тоже все сейчас едем до парка герой я красиво когда сделали все вот уже подъезжаем здесь уже елку установили до конца еще не открыли наверно то что не было еще торжественного открытия вот парк уже новый керуен переводится как караван такой вот сейчас зайдем что тут ветер сильный потому что ну как там много открытого пространства и ветер дует ну вот эти вот дома я вообще не помню их наверно недавно начали строить фасады красивые сейчас еще поближе к домам подойду мне нравится такое стекло балконы идут колоннами такие радужные разноцветные а когда будет торжественное открытие елки то я думаю тут белого берут попозже открытие есть магазинчиком продуктовый самса пицца зашел дворы я думал в парке еще какие-то будут фигурки новогодние и снега и льда свой здесь нет но елку поставили это тоже хорошо радует смотрите здесь корт есть мусорные баки в центре на разные турники там для детей детские площадки правда снега много и вот корт корт тоже и весь снегу футбол не поиграешь не ворота я так подумал можно было взять вообще залить здесь лед вот так вот с домов даже бы выходили бы лед и можно было то есть на коньках кататься зал купил коньки и катайся плюс родители с окон видят здесь там каток полностью со всех сторон видно вокруг дома прав центре фонари смотрю есть не знаем горят не горят продуктовая лавка есть в каждом дворе есть детские площадки интересно конечно такие дома высокие это непривычно вкусно на я смотрю там сверху только круг сделали сначала думал для чего это обычно чердаки крыши доделают этажи так нам для красоты сделали вот тоже в центр что-то вставить такой красивый там орнамент или еще что-нибудь будет интересно пешеходный переход здесь все удобно новый чемпион ништяк тоже меньше ударил 100 тенге 100 тенге до удара здесь вот тоже это пар для детей покрытие хорошее прорезиненное сейчас хотим дойти до скейт-парка он самый большой в казахстане построили если не ошибаюсь в том году ну конечно здесь снегу такой вот скейт-парк довольно таки большой рампу полагается все по красоте кто катает будет в кустана и вот можете летом приехать здесь покатать разных много трасс то что интересно сделали на пешеходных переходах такие трафареты вот девочка и помню когда первый день поставили ехали на машине ребенок идет с одной стороны тоже конечно здорово чтобы внимание было у водителя сейчас зашел солнечный где смотрю уже это новогодние подарки конфеты можно купить баян солу 1188 тенге клетчик вот мандарины 2030 тенге такие маленькие у него другой сорт мандарин марокко 1325 магазин довольно таки большой и колбасы мясо выбор выбор есть прям гранат турция 1345 тенге курма мне нравится еще такая замороженная мне правда нравится с льдом когда 540 шоколадка сорт вот шампиньоны на гриле замариновать их я как-то готовил блин там как будто вкуснее мясо получилось 2360 тенге тростниковый сахар 2100 тенге 900 грамм из тростника коричневый в Таиланде делаю тростниковый сок я пил прямо это перемалывают на получается пропускает под прессом нет вкусный получается сок что-то смотрю это раньше из бич пакетов том ям был со вкусом очень вкусные острые вот после этого как будто какая-то ограниченная партия потом смотрю нигде нету том яма раньше тоже смотрите нашел это кокосовое молоко раньше не продавалась весь в банках цена 2755 тенге 1700 1 литр 3481 но его также суп добавляют опять же в там ям ну и пить его тоже полезно и вкусно правда он концентрированный здесь мы китайские иероглифы китайский магазин белая мама остановка ходит тройкой и пятеркой вот пятерка подошла подошел к школе сейчас смотрю здесь сделали фигурки снега детям интересно красиво вот снегурочка с дед морозом все фигурки поросенок собака ты живет нам аэропорт находится уже слышно самолет взлетел но в небе такая дымка что его не видно автогаз 70 тенге стоит все доехали до центра здесь прям ветер не чувствуется тихо кинотеатр казахстан сейчас посмотрим фигурки напротив прям французского центра здесь сейчас будет снежные фигурки где-то еще делают конкурс до 20 получается среди школ будут готовы фигур конечно много но еще будет получается закрашивать некоторые уже закрасили красиво можно мне баночку варенье это карлсон который живет на крыше даже у него пропеллер есть кот матроскин наелся напился только режет еще работает он тоже потом наверно все будут их закрашивать фигурки это ему уже подарочек здесь вручил а Продолжение следует... Вот елку собирает, каркас уже собрали, каркас металлический, а здесь фигурки будут из-за льда, потом будут вырезать. Ну так быстро все, быстро все делается, строится. На 2023 год, бабушка кормит голубей, ее голуби любят. Бабушка пришла с пакета, не представьте, голуби помнят. Сейчас кормить будет. Вот. Хлебушек. Голуби уже вас знают, вы идете, к вам летят. Они меня забруют, да, не только знают. Да? Никого. Дед тоже сидит, а они любят. А вот так вот на подлеседке. Они тоже ему прыгают сюда, и вот так. Он говорит, не хочу взорваться. Они распрыгивают. А люди говорят, ой, ерунда. Дед говорит, так к вам не подойдут. А они говорят, прямо это дой тоже. Я говорю, а дед говорит, вы не кормите их? Они это видят. Все сели вот так, арка там есть. Сели, и ни один не подлетел. Дед говорит, ну что, я вам сказала. Они такие умные. Умные, да? Их улица сильная. Так, горку, смотрю, уже сделали. Четыре полоски будут. Осталось только их залить. Если хорошо залить, здесь скат идет. Можно будет далеко уехать. Ступеньки, смотрю, деревянные. Тоже отлично, чтобы не поскользнуться. Ну, наверное, когда зальют, приду, покатаюсь. В этом здании с 1983 по 2009 год работал основатель и первый директор художественной школы Русин Леонид Иванович. Такое вот здание. Я знаю, здесь вот как художественные школы учились. Ребята, в общем, сейчас салат сделаю. Огурец, квашеная капуста сами квасили. И микрозелень. Сейчас я все нарежу, сделаю, покажу. К интересному подсолнух растет. Вот, вот, семечко посадили. Вот, семечки видно. Такая вот микрозелень. А это горох. Здесь видно, что горох как растет, а сверху как укроп. Ну вот, посадили, получается, горох. Вот так вот пророс. Сейчас буду делать салат. Квашеная капуста, огурец уже нарезал. Осталось микрозелень. Такой витаминный салат зимой. Она мне понравилась. Кстати, режешь, чтобы она пахнет. Зеленью пахнет, свежестью пахнет. Потом поперчу. Солить не буду, квашеная капуста соленая. Заправим маслом. Поперчим. Это уже по вкусу специи. Вот такой на ужин будет сегодня витаминный салат. Вот такой вот получился красивый, зимний, полезный витаминный салат. Еще решил добавить помидор свежий. Вот так вот выглядит салатик. Красиво, аппетитно. Всем приятного аппетита. Ну все, ребята, вот такая сегодня была экскурсия. Всем новогоднего и отличного настроения. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok